Есть и указание Молдавана, что создана комиссия, вовлекается ваш официальный представитель Кольцов, компанией, партнера, как он называется, ваш адвокат. Кольцов партнера. Да, поэтому вы обратитесь к вашему адвокату. А до сих пор где находиться, вот спросите. Вы можете, я не знаю, можете продлиться, нужно продлиться. Поплатите человеку еще месяц, пока будет решение. Давайте решим вопросы по плате еще. Мы никуда не уйдем, пока не оплатим. Давайте изыщем из этих денег или из других. Хорошо, договорились? Ну это же вопрос простой. Свяжитесь, пожалуйста, с вашим адвокатом, они в курсе всего этого. Хорошо? Хорошо, мы сейчас прямо пойдем к адвокату. Давайте, идите. Да, на русском говори с ним. Да, добрый день. Да, спроси, а тут пока решат. Ну подождите. Да, я вас слышу. Если вы хотите, скажите ему, что будете тоже участвовать в эту рабочую группу. Кто-то предложил эти варианты? Ну это было уже давно. Я уже давно продали. Квартиры-то продают, они не ждут. Мы постоянно предлагали все новые-новые варианты. Ничего они не изыскали. Если у вас есть какие-то новые варианты, предоставьте, пожалуйста, и они рассмотрены. А можно знать, какая сумма выделена? Сколько? Тудор Чебаналь, вы являетесь начальником финансового управления. Все, я понял. Спасибо большое. Всего доброго. Я же сказал, что мы это оплатим. Я созвонюсь и сегодня, завтра или Кольцову позвоню этим ребятам. И они подойдут, и опять получат эти полтора тысячи. И пойдете оплатить этому человеку. Вы подойдете, мы же еще... Хорошо, Наташа, можно было бы верить, понимаете, но, господин Юрий, ну почему нельзя действительно вопрос решить, чтобы нам не приходилось приезжать в Кишинево, не приходилось вот так искать... Ведь вы отлично знаете, что до определенного числа... Подождите, подождите, подождите. А дальше мы уже не знаем, что делать. Дайте я расскажу. Дальше идет зима. Что нам делать? Покупать нам дрова или что нам дальше делать? Будет оплачивать партнер? Не будет, понимаете? Я вам сказал сегодня, что мы оплачиваем... Так сегодня, потому что мы приехали. Вы не позвонили мне, ничего не этого... Если вас бы интересовало... Вы все знаете, я знаю. Поэтому я вам сегодня сказал, что вы получите еще полторы тысячи леев для оплаты еще на месяц квартиры нынешней, где вы находитесь. А Министерство труда и социальной защиты занимается приобретением для вас квартир. Спасибо. Можно и сегодня получить, мы не ездили туда-сюда. Мы сегодня на 4 часа уезжаем. И специально за этими деньгами нам надо приезжать. У меня зафиксировался телефон этого человека. Ему дам гарантию, что на следующей неделе вы оплатите. А кто приедет за этими деньгами? Ну да, сливаем за этот вопрос. Решим как-то вопрос. Я вашим представителям официально передам эти деньги, как и в прошлый раз. Хорошо? Хорошо. Славик, а с кем ты говорил сейчас по телефону? Это... Главный бухгалтер. Турок Чебанаш, начальник планового финансового управления Министерства труда и социальной защиты. Ага. Что он сказал тебе? Он сказал, что сейчас работает комиссия, и 80 тысяч от общества слепых, и 300 тысяч от них, и на следующей неделе, я понял, они едут смотреть квартиру в Бельсе. По тем вариантам, которые мы предлагали. Но я объяснил, что это варианты, и квартиры продаются. Мы постоянно новые варианты предлагали. Да и то, те варианты, которые мы предложили, так мы предложили 23 тысячи евро, 25 тысяч евро, это 450 тысяч. Да, но не 380 тысяч. Не 380. А почему только от общества слепых и от Министерства социальной защиты еще же должны были от чего? От правительства? Видимо, те 150 тысяч... Наверное, те 150 тысяч, и губерн 150 тысяч, потому что они были перечислены в губерн. Даже госпожа Папеста нам сказала, что они были перечислены в губерн, эти 150 тысяч. От правительства. От Марианова. А что вы будете сейчас делать? Сейчас, в любом случае, я думаю, нам надо искать встречи с адвокатом, потому что мы с адвокатом еще не встречались, и уже узнавать, что действительно нам делать. Потому что если нам не оплатят еще месяц, я не знаю, что делать действительно в дальнейшем. Вы были у адвоката, что он вам сказал? Адвокат сказал, что он в таком случае не в курсе того, чтобы он был включен в какую-то комиссию, и к нему не поступали никакие документы, говорившие о том, что решается наш вопрос. А потом он позвонил, Вадим позвонил. Вадим позвонил и сообщил мне, что ему сообщили, что действительно составлены какие-то документы, но это уже вокруг это было, это уже 12 часов уже. Ему составлены документы, что он действительно включен в эту, как называют, комиссию. В комиссию при чем? При Министерстве социальной защиты и семьи? Да, о том, что поедут покупать в Бельсе, покупать жилье для нашей семьи. Но это он узнал только поздно того, когда мы пришли и сказали ему, что якобы он в курсе всего, на что он был сильно шокирован. Он говорит, так, я в курсе, я ничего не знаю. Ясно. А когда они поедут? На следующей неделе? Да, на следующей неделе должен Министерство финансов, я забыл, мне сказали, Министерство финансов должен подписать какой-то документ и потом они поедут в Бельсе уже смотреть варианты квартир, чтобы купить жилье. Из тех вариантов, которые вы им предлагали или из каких? Ой, честно говоря, я не очень это понимаю, потому что, если человек выставляет квартиру на продажу, он не ждет, чтобы ее, говорится, купила семья. Он ее продает первым уже, говорится, покупателю. То есть те варианты уже сгорели? Я считаю, конечно. Я считаю, что квартиры уже продаются. Лично я с Валей звонила несколько вариантов, они уже были поданы в ноябре, где-то 20-го, короче, до 21-го числа. Тем более, что мы выискиваем недорогие варианты. Мы отлично понимаем, что на дорогие варианты нечего даже нам смотреть, потому что не будет пената. Мы ищем более дешевые варианты, поэтому... И какую сумму они там собрали, сказали? Я так понял, 38 тысяч. Это меньше, чем в начале было оговорено? Да. Меньше, чем в начале было оговорено, и меньше, чем как стоит квартира. Я не знаю, откуда другие деньги они возьмут. Ага, то есть они либо найдут еще, либо найдут квартиру на эту сумму? Либо найдут такую квартиру на эту сумму, да. Понятно. Пока мы не понимаем. Я думаю, что нас устроит квартира купленная за лей, но которая будет иметь все необходимые условия. Тепло, газ, одно другое. А что понятно? Отдельные комнаты для детей. И чтобы там, я думаю, чтобы были аптека недалеко, магазин, чтобы мой ребенок или супруга могли самостоятельно пойти себе купить самое необходимое хлеб и аспирин. А что будете делать до следующей недели? До следующей недели господин Бучинский сказал, чтобы в три часа подойти к нему, и они оплатят еще один месяц частную квартиру. Ага. Так что... В течение месяца точно не будет ничего купленного, потому что если они только собираются посмотреть на следующей неделе, пока оформятся документы, пока... Ясно. Не знаю, что пойдет, если не месяца два. Создает такое впечатление, что если бы мы не приехали бы сюда, господин Кольцов до сих пор не знал бы, что он включен в комиссию, и никто бы не знал, что мы, в общем, существуем. Просто нас бы попытались забыть. Ясно. 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 Ясно.